Это кислород выделяется. Вот, сейчас начало синеть. Это происходит за счет того, что пероксид водорода может действовать как окислитель и как восстановитель. С юдатом он работает как восстановитель, а с получающимся в ходе реакции юдидом как окислитель. Поэтому цвет меняется постоянно. Вот сейчас уже полностью синий троствор, нечастично. Мы наблюдали взаимодействие калия с водой. Он активный металл и поэтому вытесняет водород из воды. Что сопровождается выделением большого количества тепла и горением водорода. Также в этой реакции образуется щелочь, которая в присутствии индикатора фенолфеталина дает малиновый окрас раствора. Сейчас будем делать раствор ванодата. Для этого нужно оксид ванаде опять растворить в щелочи. Теперь добавляем уже щелочь. Смешивается свет самого оксида, не полностью растворившегося, и оранжевого ванодата. Дальше нужно подкислить, чтобы получить уже соль ванадила. Добавляем кислоту и уже получаем оранжевый цвет. Теперь проведем восстановление цинком до соль ванадия-4. А это железо. Оно тоже восстановитель. Но оно мелкодисперсное, поэтому лучше проходит реакция. Вот мы уже видим постепенное изменение цвета и выделение водорода. Если потрогать пробирку, то она потеплела. Если будем продолжать восстановление, то раствор приобретет синий цвет. Там получается железо и цинк не только с ванадием, но и с кислотой реагирует. Нет-нет, это не новый проект телекомпании ТВИН про химические соединения, опыты и лабораторные работы. Хотя чуть позже мы расскажем, как добыть огонь из, на первый взгляд, абсолютно обыденных вещей. Просто именно так проходило наше знакомство с девятиклассником из пятой школы Ярославом Никифоровым. Многочисленным победителем, лауреатом и призером городских, региональных и всероссийских олимпиад по химии. Участником благотворительной программы председателя Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Филипповича Рашникова «Одаренные дети магнитки». Мне нравится решать задачи химические, потому что это как вот такой маленький детектив, который ты расследуешь. Ты вот, ну скажем так, составитель задачи – это преступник, который сделал тебе вот такую задачку. И ты должен ее распутать с помощью логики, с помощью знаний, найти все вот эти зацепки, самые малейшие, и с помощью них дойти до окончательного ответа. Но когда я его первый раз увидела у Андрея Ильича, ребенок произвел впечатление, что он постоянно что-то спрашивал. И я его сразу назвала «почемучкой». Почему так, почему так. И то есть он никогда не напишет или не сделает что-то, пока он не докопается до истины. То есть постоянно ищем до дна, как мы говорим всегда. То есть что там происходит, почему так. Так постоянно думает, задумывается над этим и никогда не доволен ответом, что так должно быть. К Андрею Ильичу Ушерову, руководители школы Олимпиадного резерва по химии при МГТУ, в народе отцу магнитогорских химиков, которые становились победителями мировых олимпиад и признавались сильнейшими учениками на планете, Ярослав Никифоров попал еще в седьмом классе. Хотя набор начинается с восьмого. Но с тестами не поспоришь, результаты оказались хорошими. Позже парень признается, количество занятий по химии сначала напугало 4 часа в день, хотя потом они пролетали незаметно. Особенно, когда началась пора многочисленных предметных олимпиад. И, к примеру, вот такие задания. Тетрование – это метод определения концентрации вещества в растворе по известной концентрации другого раствора. Сейчас мы будем проводить йодометрию, то бишь определение концентрации теосульфата по раствору йода. Теперь добавляем в раствор крахмал индикатор на йод. Когда йода окажется в избытке, в этой колбе мы увидим синее окрашивание. Ну и теперь можно тетровать. Крахмал образует с йодом устойчивый комплекс, который окрашен в синий цвет. На этом основано определение конечной точки тетрования в йодиметрии. Вот так выглядит практическая часть Всероссийской олимпиады по химии. Пять часов, несколько тетрований, выведение их усредненного результата и решение получившейся задачи. Ярослав признается, и пусть у ученых это не принято, но иногда следует больше доверять своей интуиции. А потом доказывать ее справедливость при помощи цифр. Еще важно на олимпиадах успокоиться и получать максимальное удовольствие от процесса. Ведь подготовка уже позади, поэтому рецепт от одаренного девятиклассника звучит так. Читать нужно многое решать, и не нужно бояться проигрывать. Нужно спокойно прийти на олимпиаду и думать, что ты сейчас все решишь, что это просто такая вот игра. С Ярославом полностью соглашается и учитель химии Ханифая Аншаевна. Олимпиада не экзамен, здесь нужно знать и понимать процессы взаимодействия, быть влюбленным в предмет. Учить бесполезно, бояться уже нечего, остается лишь показывать уровень знаний и запоминать все новое. Никаких строгостей, напряжений или зубрежки, свобода и полное доверие. Именно такой подход необходим одаренным детям, иначе мотивация к обучению пропадет. Вот и на дополнительных занятиях в школе формы нет, открытое обсуждение задач, а на партах печенье, сладости и чай в именных кружках. Да что говорить, даже при проведении опытов полный доступ к реагентам. А химики натуры увлеченные могут ведь поджечь даже то, что на первый взгляд и не горит. Но опять же, без знаний никуда. В любой аптечке перманганат калия, в косметичке глицерин и ждем реакцию. Напоминание всем телезрителям, повторять не рекомендуется. Сейчас мы наблюдали окислительную реакцию между глицерином и перманганатом. Глицерин сначала окисляется до акролина, который после уже взаимодействия с перманганатом окисляется до СО2. При этом выделяется теплота и начинается горение непрореагировавших веществ. Глаза у Ярослава разгораются еще сильнее таких экспериментов. Да и всего, что можно не только решить на бумаге, а потрогать, увидеть и почувствовать. Кстати, пахнут некоторые вещества, но просто непередаваемо. В этом и есть вся сила химии. Процессы, которые можно прочувствовать каждому. Вся наша жизнь от строения организма до взаимоотношений – химия. Потому так интересно практически ежедневно делать все новые, пусть и небольшие, но открытия делится Ярослав. И кем быть, куда поступать, он еще до конца не решил. Хотя направление выбрано – химия и биология. А цель – Нобелевская премия. Получить было бы хорошо, но также и интересно проводить исследования. Ведь в реальной жизни исследования – это те же задачи, которые мы сейчас решаем, только эти задачи нам составляет природа. Мне очень хотелось бы, чтобы он пошел в биохимию. Именно в направлении биохимии – это перспективное направление. Ярослав хорошо разбирается в биологии, поэтому биохимию до него доставит, я думаю, большое удовольствие. Он будет хорошим специалистом в области. Это изготовление лекарственных препаратов, то есть изучение структуры организма. То есть это то, зачем стоит будущее. Что происходит с этого, что в темном уровне, давайте вспоминать. Преподаватель по биологии, второму излюбленному предмету Ярослава, также пророчит одаренному парню будущее ученого. Сейчас в нашем современном обществе молекулярная генетика, микробиология, они, конечно, популярны. Когда нужно создавать вот эти все новые лекарства и бороться с болезнями, и дети, чтобы у нас были здоровыми, пытаются гены как-то заменить, вот это сейчас на пике популярности. С шестого класса Ярослав пришел в биологию. В восьмом начал покорять одну за другой олимпиады. Вот так и втянулся, рассказывает девятиклассник. Началось с того, что у меня это стало получаться. Если это получается, ну я этим и занимаюсь. Почему бы и нет. К тому же это интересно, это ведь наука жизни. Ну ведь, ну, как бы лучше понимаешь, что творится вокруг. Одно из олимпиадных заданий по биологии – это задание с микроскопом. Выглядит так. Положили участникам, к примеру, листок, и надо определить, что это за растение и к какому отделу лист принадлежит. Либо, как сейчас, назвать анатомическое строение корня, рассказать однодольное или двудольное данное растение. Анатомический срез корня монстеры. Сначала нужно сделать срез очень тонкого слоя. Потом нужно поместить на предметное стекло образец флороблюксином – это краситель. И соляной кислотой. Но это для того, чтобы краситель окрасил. Мы должны будем увидеть, как окраситься разными тканями стебли, ну, корни. И зафиксировать это в микроскопе. В микроскопе можно зафиксировать, что клетки механической ткани окрашиваются, ну, красно-малиновый цвет, а остальные остаются неокрашенными. И вот благодаря тому, что механическая ткань проявляется, можно увидеть, где располагаются проводящие пучки. В сердцевине, где как раз-таки эти проводящие пучки располагаются, они, ну, вот в хаотичном порядке образуют, ну, такой цилиндр. Однодольный и двудольный? Однодольный. Химия, биология, физика и математика – все это науки из жизни. Уникальная черта Ярослава замечает учителя, что он не столько учит, сколько очень хорошо запоминает. А для этого все, что узнает, пытается перенести в жизнь. Спокойный ребенок, целеустремленный. Есть цель какая-то у него в жизни, я так понимаю. Он не сильно откровенничает. Скромный, умный очень ребенок. Начитанный, то есть всегда с книжками. Всегда дает правильные ответы. Причем иногда стесняется, скромничает, боится, может быть, что не так скажет. Но чаще всего у него всегда правильные ответы. Какие темы наиболее интересны детям? Спрашиваю Елены Николаевны. Динозавры – младшие классы, анатомия – старшие. Задав тот же вопрос Ярославу, получая ответ – паразитология. Вот с чего началась его реальная заинтересованность предметом. Как-то в летнем профильном лагере они разбирали тему мира животных и паразитов. Ярослав решил пойти дальше. Тысячелетнее существование, видоизменения, эволюция, польза и вред. Говорит, паразитология явно уделяет очень мало внимания. Пошел в книжный мир, ну просто книжки посмотреть. Наткнулся на книгу по паразитологии. Я автора забыл, называется «Паразит. Царь природы». И довольно-таки быстро ее прочитал. Она очень интересная. Открывает глаза на мир, который, оказывается, просто кишит этими паразитами, что вот 80% всех видов животных – это именно паразитические виды. Некоторые паразиты уже настолько стали частью человека за все вот эти тысячелетия эволюции, что вот их потеря, допустим, приводит к распространению, ну, такого явления, как аллергия, которая, допустим, еще лет 200 назад не была известна. И как раз-таки отмечалось, что в богатых семьях, которые ели, ну, хорошую чистую еду, ну, чистыми руками явление аллергии было распространено, а вот в бедных – нет. Книги – еще один источник радости Ярослава. Причем привлекает не столько художественная, сколько научная литература. Да и вообще книги в его случае – это еще и лучшие друзья, потому как новые знакомства – не его конек. Говорит, разговоры – это порою скучное и потраченное в пустую время. Найти интересного собеседника получается редко. А еще он честно признается, что не может дать характеристику близким знакомым, потому как уделяет больше времени учебе, а не общению. В общем, да здравствуют книги! Мне интересно учиться, мне интересно получать новые знания. Я не могу длительное время просто так отдыхать. Даже вот в свободное время дома я обязательно возьму и буду читать книгу. Мы даже ездили, когда в Челябинск с ним, он всегда был с книгами, он читал. Когда мы ездили на заочную школу по подготовке к Олимпиаде по биологии, он всегда с книжкой, то есть он лишний раз не будет где-то болтаться, ходить. Ну, я думаю, раз человек разносторонний, он везде все успевает и в спорте, и в биологии, и в химии. У него хорошие результаты и по биологии в этом году, и в химии. И все же активный отдых в жизни нашего героя тоже присутствует. Не так давно он начал заниматься воркаутом. Зависнуть на турниках и брусьях он впервые попробовал на профильной смене в летнем лагере для одаренных детей. Да-да, вот так повисишь головой вниз, и всю умственную нагрузку будто рукой снимает. Началось все с подъема, переворотом. Это же интересно. Ну и именно сейчас это развивается. Если еще там лет 30 назад знали только подъем, переворотом, выход на две из элементов гимнастических, то сейчас их огромное количество. Ласточка, полотенце, испанские или офицерские выходы – названий у элементов очень много. Изучать все новое помогают одноклассники и интернет. Дома у Ярослава тоже есть турник, но он больше подходит для подтягиваний. А вот для занятий воркаутом ребята едут на оборудованные тренажерные площадки. Спорт и здоровый образ жизни у молодежи сегодня в почете, что не может не радовать. Чтобы поддерживать старую форму и просто интересно что-то новое делать. И даже вот пытаясь делать ласточку, я замечаю, что мышцы спины увеличиваются. И сейчас уже я не так горблюсь, как раньше. Спина прямая вот становится благодаря этому. Как бы не хотелось, но на спорту Ярослава времени просто нет. Даже заняться воркаутом удалось, не отходя далеко от учебы, на школьном дворе, отпросившись дополнительных занятий. А ведь он и настольным теннисом занимался, и плаванием, и даже в музыкальную школу ходил. Пять лет в классе духовых инструментов. Труба. Но учеба победила все. А вот отвлечься от формул и лабораторных работ мы решили активно. Лето на дворе. Самое время для роликов. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ярослав. Меня зовут Ксения. На сегодня я буду вашим инструктором. Это интересно. Например, вы с друзьями катаетесь, все просто по кругу катаются. А ты не только катаешься по кругу, у тебя получается выполнять какие-то элементы, и ты можешь повыпендриваться, так сказать, немножко перед своими друзьями. Век живи, век учись. Эту поговорку очень любит наш герой. Вот и занятия на роликах оказались в числе новых знаний и ощущений. Ну что, ты готов? Да. Нигде ничего не жмешь? Ничего. Ну, тогда поехали. Можно даже немножечко подать корпус вперед, чтобы равновесие у тебя сохранялось. Угу. Немножечко разгоняемся, набираем скорость. И сводим носочки. Разводим. Сводим. Разводим. Дави прям, своди с ними. Вот. Вот. Молодец. Сначала было необычно, потому что вот встал на ролики и чуть сдвигаешь ногу, едешь. И непонятно даже, куда ты поедешь от одного движения вперед или назад. Ну, постепенно пообвык и вот смог разучить новые элементы. Интересно. Ну, непривычно. Даже вот по сравнению с коньками, на которых я каждый год катаюсь, другие ощущения. Змейка, фонарики, перестановка ног, 1500 квадратных метров специального покрытия. Тренируйся как хочешь. В случае неудачи падать на нем не больно. Проверено на детях от трех лет до 60-летних смельчаков-роллеров. Инструктор в случае необходимости всегда поможет. Ксения, позанимавшись нашим героем, буквально полчаса замечает прогресс. Рекомендует приобретать коньки и больше кататься. Тем более, что способностей для этого вполне хватает. Ярослав большой молодец. Он схватывает все на лету. У него получается и змейкой, и фонариками, и поочередно чередовать ножки. У него все получается. Когда мы будем проезжать через фишечки, это будет выглядеть примерно так. Вот мы ее проехали. Пропустили фишку. Пропустили. Пропустили. Еще одну. Вот. Молодец. Неподалеку за сыном наблюдает мама. Познакомившись с Натальей, выясняем, что у них в семье аж 4 ребенка. Все мальчики. Ярослав самый старший. Пример для подрастающих братьев. И с уроками поможет, и накормит, и по дому в бытовом плане на него положиться можно. Чудо, не ребенок. Мама уверена, задача родителей направлять детей, чаще общаться и разъяснять спорные моменты. На собственном примере. То есть никогда нельзя ребенку говорить, что давай ты будешь делать это, ну как бы, чтобы сам родитель делал противоположное. То есть, как бы ты ни говорил, чтобы не заставлял делать, ребенок никогда не будет делать то, что родитель своим примером не подтвердит. А вообще наш герой очень противоречивая натура. За альтернативным уроком в его плейлисте играют произведения Моцарта. А его вкусы в еде могут меняться в течение года. Зато, за что бы он ни взялся, все и всегда привык доводить до конца. Счастье для него означает заниматься тем, что действительно нравится. И делать это, несмотря ни на что, а в целях своими трудами помогать человечеству. Хотелось бы, чтобы все развивали свой мозг, свое тело во всех направлениях, чтобы становиться лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!